Книга «Кришна. Верховная Личность Бога», глава 13-я. «Как Брама украл мальчиков и телят?» Предыдущая глава называлась «Уничтожение демона Акасуры». Я сейчас не смогу подробно вспомнить прошлые деяния прошлой жизни Акасуры, но здесь описывается, что он был великим демоном, великим грешником. Вот это понятие «великий грешник» мы немножко рассмотрим, прежде чем начнем читать 13 главу. Что такое грешник обычный, глупый грешник, невежественный грешник? Есть грешники великие. Это очень разумные люди. То есть они понимают устройство мира. Не знают о законах кармы, тогда каким же образом совершать грехи, не подвергаясь наказанию. Это их интересует. Одна из таких форм, что находят материалисты грубые, они меняют законы просто. Ну, свои законы издают. Искусственные. То есть есть законы бытия, законы Бога, законы кармы. Но они это могут изменить в своем обществе. Они могут сделать грех добродетелью, назвать. А добродетель грехом. И жить по своим законам, так сказать. И уже внутри общества они не наказуемо получают. И тогда все ждут, когда же Бог накажет их. Вот они процветают, смотрите, меняют законы, как им благорассудится. И, собственно, они живут счастливо. Этот вопрос задал Махараджи Итыштира одному из мудрецов в изгнании когда-нибудь в лесах. Он спросил как раз об этом. Он сказал, что я следую дхармии. Я могу сказать это с уверенностью, что я следую дхармии. И, тем не менее, в результате я оказался несчастным правителем, потерявшим все. Тогда как другие, как Дрёдхан, его приспешники, они следуют ад дхармии. Но они имеют все. Объясните мне, мудрецы, как так происходит? Почему дхарма не защищает человека, а дхарма дает ему процветание? И мудрецы говорят, что Итыштира, это только на первый взгляд так кажется. На самом деле, в начале творения Данавы, то есть демоны и боги, они были как братья. Они все следовали дхарме, потому что их родители дхармичные. Они этого наследовали как правило, как закон. Но одни из них, полубоги, они всегда посещали святые места и общались со святыми людьми. А вот другие избегали этого. Вот единственная разница. Не приходили в святые места, не приходили в храмы, не совершали какого-то поклонения духовного. Но дхарме следовали. И это еще была дхарма как бы, но уже вот была разница между ними. И постепенно, поскольку они не следовали дхарме, они развили тщеславие. Место, где не прославляется божество, бог. Вы вышестоящие, да, над нами, парампора. В этом месте люди начинают сами быть прославленными стараться. То есть конкуренция возникает, кто из них самый лучший, кому из них поклоняться, кто больше достоин почтения. Борьба за место диктатора возникает у них. Если нет, на этом месте Бога. Значит, на это место стремится какой-то могущественный человек, демон это называется. И они стремятся это сделать как путем благочестия, путем там раздачи даров, например, путем хорошего управления, чтобы подданные были счастливы, набирают голоса, репутацию и становятся на это место. И так они начинают свой путь процветания. Но тщеславие порождает гордость в следующий этап. Это мудрецы говорят, что это стремится к славе, он хочет занять место правителя, но в результате он становится гордым. Он не замечает этого, что с ним происходит. Они становятся гордыми, а гордость уже приводит к бесстыдству и потере нравственности. Вот так они и падают. Они погрязают уже в низкие греха, которые наказуемы. И вот великий грешник означает, что он может совершать грехи, при этом не получать наказание долгое-долгое время, как говорят некоторые мистики, материалисты мистики. Что можем победить в этом мире все, развить такие ситхи демоничные, что можем оказаться очень могущественными. Все восемь ситхи их интересуют. Но вот не можем только противостоять старости и смерти. Вот единственная проблема наша. А так мы все можем. Старость невозможно победить, но можно заставить ее отступать. Тоже есть такие законы, когда можно отдалять этот момент. Вот это действуют великие грешники, умеют это делать. Отдаляют вот это наказание. До того момента, что уже никто их не может наказать. Нет такой силы. Представьте, кто же их накажет. Нет такой силы. В нашем государстве нет такой силы. И у нас законы. Законы нас защищают. Наши греховные поступки защищают наши греховные законы. Все нормально. Так кто же тогда накажет? Если мы там идем по этой лестнице, то остается только верховная личность Бога, которую они избегали с самого начала. Вот он и наказывает. И Акасур был именно таким великим грешником, потому что даже Брама не мог его наказать. У него были все благословения. Какого хераник ошибу. Он сумел это сделать. Великий грешник был. Поэтому, когда Акасура был убит, это было что-то неслыханное. Для полубогов и даже для Брама здесь описывается. Даже Брама заинтересовался, что же там происходит. Вот это начинается 13 глава. Как Брама украл мальчика-фатилят. То есть Брама решил заглянуть, что же происходит там, во Френдаване. Акасура убит. Каким образом и кто это сделал? Шукады Вагасвами очень воодушевился. Когда Махараджа Парикши спросил его, почему пастушки целый год никому не рассказывали о гибели Акасуры. Он сказал, царь, твое желание узнать о божественных играх Кришны, как можно больше делает наше обсуждение все более и более интересным. То есть Шукады Вагасвами сам заинтересовался уже подробностями Аталилы, благодаря Махараджу Парикшиту. Он тоже был вдохновлен. Он тоже был интересным. Направил свой трансцендентный взор туда, чтобы увидеть, что же там происходило. Преданный всегда стремится услышать о Кришне и неустанно прославляет Господа, используя для этого свой ум, энергию, слух и речь. И так Господь защищает такого человека от гордыни и тщеславия. Это первый шаг к падению. Есть такая пословица. Гордость переходит перед падением. Это будет явный признак, что человек на краю гибели. Все демоны погибали именно из-за гордости. Бросали вызов Верховному Господу только из-за гордости. Но преданный, поскольку прославляет Кришну, он не раздевает гордость. Такая деятельность называется сознанием Кришны. И тому, кто с воодушевлением слушает и пересказывает повествования о Кришне, они никогда не кажутся избитыми или устаревшими. Это отличает духовные темы от материальных. Любая материальная тема со временем перестает интересовать нас. Мы не можем долго слушать об одном и том же. Нам всегда требуется что-то новое. Но духовные повествования называются нитя-нава-навая-мана. Нитя-нава-навая-мана. Это значит, что прославлять Господа и слушать о Нем можно бесконечно, не чувствуя усталости, оставаясь внимательным и желаясь слушать еще и еще. Нитя-нава-нава означает «новый». Нитя значит вечно, постоянные, всегда новые, кажутся эти игры. Сколько бы мы их ни повторяли, они кажутся всегда новыми. Это признак присутствия духовной внутренней энергии, она всегда новая. Долг духовного учителя — открывать искреннему и любознательному ученику все трансцендентные тайны. Шукадеба Госпаме решил рассказать царю, почему уничтожение Акхасуры стало предметом обсуждения только через год. «Слушай меня внимательно, я открою тебе, в чем тут секрет». Пастушки, мальчики не могли удержаться даже на минуту, на секунду, чтобы не рассказать об играх Кришны. Слушание и повторение — это их была суть. Они видели Кришну, слышали Его, и они постоянно говорили о Его играх и поведении. Все обсуждали. Как Он играет на флете и прочее, все-все-все. Песни складывали, стихи, и весь Вриндаван был таким. Поэтому если что-то Кришна сотворял новое, они не могли никогда удержаться, и на перегонки, и на перебои рассказывали, и весь Вриндаван гудел. А тут целый год. А тут Махараджи Парикши спросил, а как так случилось, что целый год они молчали? Что за силы их заставило? Кто это? И вот в чем тут секрет, сказал он Махараджи Парикши. После того, как Господь Кришна спас своих друзей из пасти Акхасуры и убил змея, Он привел их на берег Емуны и обратился к ним с такими словами. Смотрите, друзья, какое прекрасное место. Мы можем пообедать тут и поиграть на мягком песке на берегу Емуны. Тут замечают в нашей Ачарии, что все убийства демонов случаются перед обедом. Почему? Интересный момент. Потому что настолько увлечены играми, что они могут забыть про обед. И вот демон как бы прерывает эти игры, и они вспоминают про обед потом. А так они мог бы не обедать. И вот перед обедом всегда убивают какого-то демона. Для аппетита это, похоже, стимул хороший. Всегда тут есть юмор, видите, в этих играх у всех. Так Емуна Ачария говорит. Юмор. Трансцендентный юмор, я вспоминаю. Не трансцендентное блаженство этих игр, а трансцендентный юмор. Всегда это радостно, всегда это удивительно. Как забава выглядит все это. Вбивают таких демонов страшенных, как забава выглядит просто. Еще и перед обедом. Вот это Кришна такой. И вот Кришна говорит, смотрите, друзья, какое прекрасное место на берегу Емуны. И тут мягкий песок. Мы пообедаем и поиграем на песке Емуны. Полюбуйтесь красотой цветущих на воде лотосов. Почувствуйте, какой от них исходит аромат. Обращайте внимание вдруг на эту обстановку придаванную. Крики павлинов перекликаются с пением других птиц и шелестом листвы на деревьях. И все эти звуки сливаются в одну мелодию. Крики павлинов. Мы слышим. Еще и пение других птиц. Добавить туда, к этому хору. И шелест листвы на деревьях. Вместе все это. Получается симфония какая-то удивительная. Можно писать музыку, видите. Они делают это место под тенистыми деревьями еще прекраснее. Давайте пообедаем тут. Уже поздно и мы проголодались. Пусть телята останутся рядом с нами и напьются воды из Емуны. Пока мы будем обедать, они могут щипать свежую траву. Итак, Кришна показывает на свое творение Вриндавана. Это высшее творение в мирах. Его личный обитель Вриндавана, Дхама. И он указывает пастушкам. И они очаровываются. Как только видят, видят, что это все тоже Кришна. Так же прекрасно все. Это его творение, творчество. Вриндавана. Емуна течет. Лотосы большие, расцветают. Тут восход солнца уже. Запахи, этот свежий ветерок утренний, мягкий песок. Они очаровываются всем этим. То есть предложение Кришны было удивительным, сказочным. Вот тут остановиться и позавтракать, представить. Но поиграть на мягком песку Емуны. То есть день начинается у них. Вот трансцендентное развлечение. Игра. Вступают в лилу. Кришна показывает им Вриндаван. Пока, собственно, Кришна нам не покажет Вриндаван, мы не увидим его. Йога-майя, то есть скрытое. То есть маха-майя, через маха-майя увидим что-то там. Деревья, свиней, там все что угодно. Но Вриндаван не увидим, пока Кришна не покажет. Услышав предложение Кришны, мальчики очень обрадовались и ответили. Конечно, сядем здесь и пообедаем. Они тоже пустили телят пастись на мягкой траве. Это отличается от пикника, когда люди выходят куда-то. Говорят, давайте здесь. Говорят, нет, здесь мне не нравится. Давайте в другом месте. Но почему нет? Хорошее место. И начнут ругаться. Переругаются все, расстроятся. Прежде чем сядут на пикник, потом водкой запьют все. Нормально, отдохнули вроде. То есть всегда нет согласованности в этом. Трудно найти место, чтобы всем нравилось одинаково. Даже когда мы выезжали однажды в горы с преданными, тоже конфликт начался. А с конфликта началось все. К тому-то у нас березовая роща, а кому-то повыше в горах, и что-то случилось такое, что возможно было найти решение. Но тут все сказали хором, конечно, сядем здесь и пообедаем. Все. Никаких упреков к ним. Видите, какое сознание Кришны. Всем нравится. Они тут же пустили телят пастись на мягкой траве. Сев в кружок с Кришны посередине, пастушки стали распаковывать взятые из дому корзинки с едой. Интересно, что там было в корзинках? Тут написано будет, нет? Господь Кришна сидел в центре. Все пастушки рассеялись так, чтобы видеть его лицо. Ну вот как можете так рассеяться, чтобы видеть лицо Кришны со всех сторон? Так вот они могли делать. Они еле радовались тому, что могут все время лицезреть Господа. Возможно, он сидел спиной к емуне. Может быть, это так было, я не знаю. И все рассаживались вот так, видели емуну и Кришну одновременно. Их много тысяч, да? Да, их много тысяч там при этом. Но у них острота зрения лучше, чем у нас. Заметьте это, у них чувства острые очень. Это духовные тела. Они могут видеть Кришну с любого расстояния. Где угодно. Поэтому здесь много, конечно, мистики описывается, но незаметно так. Мы можем не обратить на это внимание. Как описывается Лила Кришна. Кажется, что все обычно, а на самом деле нет. И затем вместе с Кришной они начали обедать. Ну, это был завтрак. Тут написано обедать. Ну, то есть ланч. Принимать рассаду. Во время обеда каждый из мальчиков по-своему... А, да, это же был обед. Из мальчиков по-своему общался с Кришной. И все с удовольствием перебрасывались шутками. Так Господь Кришна наслаждался обедом со своими друзьями. Флейта была заткнута у него за пояс с правой стороны. А рожок и посох висели на левом боку. В левой руке он держал лакомства, приготовленные из риса, масла, йогурта и фруктов. И кусочки фруктов виднелись у него между пальцами, похожими на лепестки лотоса. Верховный Господь, наслаждающийся плодами великих жертвоприношений, смеялся и шутил, обедая со своими друзьями во Вриндаване. И небожители наблюдали эту сцену. Тогда как мальчики просто упивались неземным блаженством в обществе Верховной Личности Бога. В левой руке я держал лакомства, приготовленные из риса, масла, йогурта и фруктов. И вот тут почему-то в этом переводе нет того, что его пальцы были как лепестки лотоса, просвечиваясь. Здесь другой перевод, не знаю, что из этого правильно. В это время телята, которые паслись рядом, зашли в лес, привлеченный свежей травой, и постепенно исчезли из вида. Когда мальчики заметили, что телят нет, они испугались и воскликнули, Кришна. Кришна уничтожает само олицетарение страха. Все боятся страха, но сам страх боится Кришны. Воскликнув Кришна, мальчики тут же перестали бояться. Из любви к своим товарищам Кришна не хотел, чтобы они прерывали веселую трапезу и занимались поисками телят. Поэтому он сказал, друзья, продолжайте обедать, я сам разыщу телят. Все еще держав в левой руке лакомство из лица йогурта, Господь Кришна отправился на поиски. Ну так, обедая на ходу. Он искал телят в зарослях и пещерах, в лощинах и в лесу, но нигде не мог их найти. Кришна не обнаружил телят. Интересно, видите, сверхдуша обычная, но знает все, а Кришна не все знает. Загадка. Что ему искать? Он сверхдуша, он в сердце всех находится, он знает, где находится каждое живое существо, чип есть. Но в этом случае он не нашел. Значит, Кришна отличается чем-то от сверхдуши. И не отличается. Как бы он знает и не знает. То есть тут уже йога-майя, уже его личные отношения, личные игры со всеми же существами, поэтому сложно сказать причину, почему он не нашел их. Но тут постепенно будет проясняться причина, почему это было. Он всемогущий, может найти, может не найти, и по своему желанию действует. В то время, когда полубоги с великим изумлением наблюдали за тем, как был убит Ахасура, Брама, рожденный на цветке лотоса, который вырос из пупка вишну, тоже прибыл узнать, что произошло. Он был поражен тем, что малыш Кришна совершил такое чудо. Хотя он знал, что маленький пастушок на самом деле Бог, верховная личность, он хотел увидеть и другие замечательные деяния Господа. Тогда он украл всех телят и пастушков, и спрятал их. Вот почему Господь Кришна, несмотря на все старания, не мог найти телят. Мало того, он еще и потерял своих друзей, обедавших на берегу Емуны. В облике пастушка Господь Кришна был очень мал по сравнению с Брамой. Но будучи верховной личностью Бога, он тут же понял, что это Брама похитил телят и мальчиков. Кришна подумал, Брама украл всех пастушков и телят. Как же я вернусь без них во Вриндаван? Их матери не вынесут этого горя. То есть Кришна защищает своих предназначенных, поэтому он не понимает, как теперь поступать. Я же не могу вернуться один и причинить горе всем обитателям Вриндавана. Кришна увеличивает блаженство Вриндавана, а не причиняет горе Вриндавана. Вот Брама вот такое испытание придумал. Как теперь он увеличит блаженство, интересно? То есть и верховный Господь найдет выход. Если обычно пастушок нет, не справится с такой задачей. Ради спокойствия матерей, а также для того, чтобы убедить Браму в превосходстве верховной личности Бога, Кришна сделал так, что из него в тот же миг изошли новые пастушки и телята. Веда говорится, что из Верховного Господа, владающего непостижимыми энергиями, уже изошло множество живых существ. Ему вовсе не трудно было принять облик многочисленных телят и мальчиков. Новые пастушки были точно такими же, как прежние. Все они были разного телосложения, с разными лицами, по-разному одеты и украшены, и вели себя тоже не одинаково. Иначе говоря, все живые существа, выдачи индивидуальными душами, имеют совершенно разные склонности, по-разному действуют и ведут себя. Тем не менее, Кришна в точности повторил все приметы и качества каждого из мальчиков. Он стал и телятами, которые тоже различались по размерам, окраске и повадкам. Это стало возможным, потому что все сущее порождено энергией Кришны. Вишну Пуране сказано, Парасия Брамана, Шакти. Все, что мы видим в материальном мире, материальные предметы и деятельность живых существ, все это энергии Верховного Господа, так же, как тепло и свет, различные энергии огня. И явив себя в облике мальчиков и телят, Кришна, окруженный собственными воплощениями вернулся во Вриндаван. Жители деревни ничего не знали о случившемся. Войдя во Вриндаван телята, отправились по коровникам, а мальчики по домам, где их ждали матери. Вот такая страшная подмена произошла. Тех мальчиков не было телят. Все, никто не знал даже про это случившееся. И еще до того, как дети вошли в деревню, матери услышали звуки их флейт и появились на пороге своих домов, чтобы встретить и обнять их. От избытка материнской любви у них из груди потекло молоко. И они накормили им сыновей. В действительности же молоко пили не их дети, но сам Господь, принявши образ этих пастушков. Так все матери Вриндавана смогли накормить верховную личность Бога своим молоком. То есть у них было это желание когда-то? Всегда у них было такое желание. И вот сейчас исполняется их желание. Иначе говоря, Господь Кришна дал возможность кормить его грудью не только Ишодье, но и всем старшим гопи. Мальчики вели себя со своими матерями, как обычно. И матери, как обычно, вечером искупали своих детей, нанесли им на лоб глиной знак тилака и надели на них украшения, а затем накормили их после дневных трудов. Коровы, находившиеся на дальних пастбищах, к вечеру тоже вернулись и стали звать своих телят. Телята тут же подбежали к ним, и коровы принялись их облизывать. Отношения между гопией, их детьми, а также между коровами и их телятами остались такими же, как прежде, хотя настоящие мальчики-теляты были в другом месте. Более того, любовь коров к своим телятам и старший гопи к своим детям безо всякой, видимо, причины усилилась. Видите, нужна вообще причина какая-то, чтобы любовь усилилась. Ну, то есть причина обычно это и какая-то ягья, какая-то жертва. Человек что-то проявляет, заботу какую-то, жертвует собой. И оно нравится все больше и больше. И в ответ мы тоже совершаем какие-то усилия, какую-то ягью, и тоже мы нравимся в этом случае. И так вот в этой заботе друг от друга развиваются отношения любовные. Старших заботятся, младших, младших слушают старших, равные дружат. Все это относится к определенным усилиям. А здесь не было никакой ягьи. Они просто пили молоко матерей, принимали от них служение, и любовь стала усиливаться. Даже мать, когда служит своему ребенку, а ребенок ничего не хочет делать, подчиняться матери, просто наслаждается, она не будет довольна. Но в этом случае любовь росла сама по себе, просто так. Это произошло естественно, хотя теляты и мальчики-пастушки не были их родными детьми. Корова и старшие, гопи-вриндавана, всегда любили Кришну больше, чем собственных детей. Но после всего случившегося, их любовь к своим детям неизмеримо возросла и стала такой же сильной, как любовь к Кришне. В течение целого года телята и пастушки, которые были самим Кришной, ходили на пастбище в риндавана. Как сказано в Бхагава, дети Кришна в облике сверхдуши пребывают в сердце каждого. Но на этот раз, вместо того, чтобы явить себя в образе сверхдуши, Кришна превратился в теляты мальчиков-пастушков и оставался ими в течение года. Целый год. Они так же гуляли, пастли в телят, играли в те же игры, что описывается, так же одевались. В течение целого года эта лила происходила. Однажды, вот через год уже, за несколько дней до истечения этого срока, когда Кришна и Баларама пасли в лесу телят, они увидели коров на вершине холма Гвардхана. Коровам была видна долина, где находились мальчики и телята. Внезапно, заметив своих телят, коровы бросились к ним. Они бежали вниз с вершины холма так стремительно, что казалось, будто у них только одна пара ног. Ног не видно было вообще. Скручи. Испытывая к своим телятам необычайную любовь, они не обращали внимания на каменистую дорогу с горы вниз на пастбище. Их вима было полно молока, а хвост высоко поднят. Пока коровы бежали по склону холма, молоко изливалось на землю от того, что их переполняла любовь к телятам, хотя это были не самые маленькие их телята. У этих коров уже были другие телята. А те, что паслись у подножия холма Гвардхана, были постарше и должны были питаться травой, а не молоком. Тем не менее, коровы подбежали к телятам, стали их облизывать и допустили к вымени. Было видно, что коров и телят связывают самые нежные узы. Они даже про своих младших телят забыли вообще. Когда коровы бросили снизу холма Гвардхана, пастухи попытались их остановить, чтобы молоко не потерять. Взрослых коров пасут мужчины, а телят мальчики. По возможности, телят стараются держать подальше от коров, чтобы они не выпивали у них все молоко. Именно поэтому взрослые пастухи, которые пасли коров на вершине холма Гвардхана, пытались остановить их, но не сумели. Раздосадованы неудачей, они были одновременно смущены и растержены. Не получилось, коровы не послушались, сорвались все с места и все, пастухи ничего не смогли сделать. Пастухи спустились вниз в плохом настроении, но когда они увидели своих сыновей, которые присматривали за телятами, то вдруг почувствовали прилив любви к ним. С чего это вдруг? Это было удивительно, хотя пастухи были очень раздосадованные и сердитые. Стоило ему увидеть своих сыновей, как их сердца растаяли от любви. Вся их злость, разочарование, огорчение тут же прошли. Вот что такое сознание Кришны? Мистика какая-то. В приливе отеческой любви они брали детей на руки и обнимали их. Странная картина, правда? Рванули все с холма, чтобы обниматься, плакать. То есть занимались, они работали, они пасли коров, то есть обязанности, все забыли. Они вдыхали запах их волос и чувствовали себя очень счастливыми. Затем пастухи погнали коров обратно на вершину холма Гвардхана. По дороге они думали о своих детях и по щекам их текли слезы любви. Так, ну и картина. Когда Баларама увидел столь необывалое проявление любви между коровами и телятами, также между отцами и сыновьями, хотя ни теляты, ни мальчики больше не нуждались в такой заботе, это его озадачило. Тут Баларама. Баларамы не было в тот день, когда был убит Ахасура, потому что это был день рождения у него. День верения Баларамы это случилось. Поэтому он на пастбище не пошел, праздновал, праздновал, его оставили во Вриндаване для празднования для дня рождения. Выходной был у него. Поэтому он не видел этой картины, не видел, как Брама украл, все, все это Кришне рассказывал ему. И целый год даже Баларама не видел подмены. Даже Баларама не мог заметить этой подмены, но тут Баларама был озадачен. Вот по этому признаку. Он был удивлен, жители Вриндаваны относились к своим детям с такой же любовью, с какой они относились к Кришне. И королы проявляли к своим телятам такую же, такую же привязанность, какую испытывали Кришне. Поэтому Баларама решил, что во всем этом есть нечто мистическое, сотворенное полубогами или каким-нибудь могучным человеком. Ну, то есть, какая-то мистика, кто-то влияет. Он понял, что есть какое-то влияние. Иначе, как объяснить такие чудеса? В конце концов, он пришел к мысли, что эти загадочные перемены должны быть вызваны Кришной, которую Баларама почитал как верховную личность Бога. Он думал, все это устроил Кришна, и даже я не могу помешать проявлению его мистической силы. Так Баларама догадался, что все эти мальчики и телята сам Кришна в разных обликах. Вот Баларама распознал, и он очень удивился и обрадовался этому. Даже я, он так восхитился Кришной, нет зависти, даже я не мог распознать это все. Какой потрясающий Кришна. Баларама спросил Кришну, что же происходит на самом деле, как старший брат, спросил младшего, что происходит на самом деле, говори, давай признавайся. Он сказал, о, Кришна, сначала я думал, что все эти телятые пастушки либо великие, мудрецы и праведники, либо полубоги, но теперь мне кажется, что все они твои воплощения. Они — это ты. Ты сам играешь в роли телят и маленьких пастушков, но что случилось? Куда девались настоящие телятые пастушки? И почему ты принял облик телятых мальчиков? Прошу, объясни мне, в чем тут причина? Вот я и в этом просьбу Баларамы Кришна вкратце рассказал ему обо всем, что произошло. Произошло о том, как Брама украл телятых мальчиков и как он, Кришна, скрыл это, приняв их облик, чтобы жители Вриндавана не узнали, что настоящие телятые мальчики пропали. Пока Кришна и Баларама разговаривали, Брама спустя мгновение по своему исчислению вернулся назад. Медленный поезд, видите, мгновение Брама было год спустя. Он очень быстро все это сделал, всего лишь за год, за день. О продолжительности жизни Брама можно узнать из Бхагавадгиты тысяча циклов из четырех юг или тысячу умноженное на четыре на четыре миллиона триста двадцать тысяч лет составляет двенадцать часов жизни Брамы. Одно мгновение жизни Брамы соответствует году по солнечному исчислению. Через мгновение по своему исчислению Брама вернулся, чтобы узнать, чем закончилась его шутка. Кража детей телят. Шутка. В то же время он испытывал опасения, зная, что играет с огнем. Кришна был его господином, а он Брама сыграл с ним шутку, украв его друзей телят. Браму не дало тревогу и потому он отсутствовал недолго, всего мгновения. Вернувшись, он обнаружил, что пастушки и телята играют с Кришной так же, как они играли, когда он впервые их увидел. Хорошая память у Брамы. Хотя Брама был уверен, что унес и усыпил их с помощью своих мистических чар, Брама стал размышлять. Я забрал всех телят и мальчиков, и я знаю, что все они до сих пор спят. Как же получилось, что те же мальчики и телята сейчас играют с Кришной? Значит ли это, что на них не подействовали мои чары? Неужели они целый год так и играли здесь? Брама старался понять, кто они такие и почему на них не подействовали его чары, но не мог. Другими словами, он сам был введен в заблуждение своими же мистическими силами. Влияние у мистических сил стало похоже на снег в темноте. Если нет солнца, то снег не белый больше. или на светлячка при свете дня тоже он исчезает. Светлячок мерцает только во тьме ночи, а снег на вершине горы или на земле блестит только днем. Ночью снег теряет свой серебристый блеск, так же, как светлячок перестает светиться в дневное время. И ничтожная сила Брамы в сравнении с мистическим могуществом Кришны стала похожа на снег во тьме ночи или на светлячка при свете дня. Когда человек, обладающий ничтожной мистической силой, хочет проявить ее в присутствии более могущественного мистика, он только показывает, сколь мала его сила. Даже великий полубог Брама решил показать свою мистическую силу перед Кришной, попал в смешное положение. Так мистическая сила Брамы сбила с толку его самого. Дело в том, что любое живое существование себя отождествляется своими способностями. Это Аханкара, гордость его. Это его гордость, его сила, его способности, его внешний вид, все, что у него есть, предмет гордости. Поэтому, когда он сталкивается с более превосходящим каким-то лицом, красивее, сильнее, умнее, могущественнее, чувствует плохо себя. То есть, уложенная гордость. Вот это очень болезненно. когда он видит превосходство, хочет показать свои ситхи, но в присутствии более великой силы ему стыдно становится, страшно. Очень тяжелое испытание, на самом деле. Как это случилось в Кеша в Акашмире, великим ученым, который хотел показать свою эрудицию Господу Читании, которому было всего 12 лет тогда. И потерпел поражение. Представьте, что он чувствовал. Он чуть не умер на месте. То есть, вот эта ложная гордость очень опасная играет с ней. И вот Брама, представьте, как рисковал, да, своей жизнью фактически, получается. Сбит был с толку полностью. Дело дошло до того, что Брама чуть не расстался с жизнью здесь. Чтобы убедить Брама, что эти телятые мальчики не те, которых он украл, телятые пастушки, игравшие с Кришной, превратились в Вишну Мурти, четырехрукий форм. Он спас Браму, Кришну, вот это сложное положение. Потому что Брама мог подумать, что я уже не соответствую своему положению. Я занимаю пост Брамы, но у меня нет способностей. Я уже не уверен, могу ли я быть творцом. То есть, его карьера, его сама суть подвергалась сомнению. И тут Кришна защищает своего преда, много говорится. Он показывает истинную картину. Все эти экспансии превратились в Вишну Мурти на глазах у Брамы. Четырехрукий форма Вишну. Настоящие дети и телята спали, околдованные мистическими чарами Брамы. А те, которых он видел сейчас, были воплощениями самого Кришны или Вишну. Перед Брамой предстали многочисленные формы Вишну, которые тоже являются воплощением Кришны. Все Вишну были темно-синего цвета в желтых одеждах. У всех было по четыре руки, в которых они держали булаву, диск, лотос и раковину. Их головы венчали сверкающие золотые шлемы, усыпанные драгоценными камнями. Они были украшены жемчугами и гирляндами из прекрасных цветов. В ушах у каждого были серьги, на груди знак шреватца, а на руках браслеты и другие украшения. Их шеи были подобны раковинам. На щиколотках у них позванивали колокольчики, все вишну мурти были перепоясаны золотыми поясами, на пальцах у них сверкали перстни самоцветами. Брама также увидел, что тело каждого вишну от лотосной стоп и до самой макушки усыпано свежими листьями и бутонными цветов тулосей. Все тело было покрыто. И самое главное, все вишну поражали взор неземной красотой. Их улыбки напоминали лунный свет, а взгляды лучи восходящего солнца. Уже одни их взгляды показывали, что они создатели и хранители гун невежества и страсти. Вишну листверяет гуну благости, Брама гуну страсти, а Господь Шива гун невежества. Поэтому, будучи хранителем Вселенного Вселенского всего мироздания, Вишну также творец и хранитель Брама и Господа Шивы. В это время Брама увидел, как множество других Брам и Шив, полубогов и даже мельчайших муравьев и травинок. Все движущиеся неподвижные существа танцуют вокруг Господа Вишну. Их танец сопровождался игрой музыкальных инструментов. И все они поклонялись Господу Вишну. Брама понял, что все Вишну в полной мере обладают всеми мистическими силами, начиная с анима ситхи, позволяющей уменьшаться до размеров атома и кончая способностью стать громадным, как мироздание. Все мистические силы Брамы, Шивы и других полубогов, а также 24 стихии материального космоса были полностью представлены в личности Вишну. Повинуясь Господу Вишну, все мистические силы поклонялись Ему. Господь Вишну поклонял, Господу Вишну поклонялось время, пространство, сотворенный космос, очистительные обряды, желания, деятельность и тригуны материальной природы. Брама также осознал, что Господь Вишну средоточит все истины, знания и блаженства. Он сочетает в себе три трансцендентных свойства вечность, знания и блаженство. И Он же объект поклонения всех, кто следует учению Упанишат. То есть увидеть то, что увидел Брама, невозможно обычному существу. Это было особое расположение к Браме, защита его, разума. Иначе Брама был разрушен в этой игре. Но поскольку Кришна это всеблагой Господь, всеподдерживающая сила, заботится о благе каждого живого существа, он проявил эту милость особую и раскрыл Браме этот секрет, глубинный секрет творения, который он увидел своими глазами Брама. То, что Брама увидел, невозможно увидеть при помощи изучения вед. Как мы с вами поклоняется Господу, как мы это увидим, как поклоняются очистительные обряды Господу, как они даже выглядят, мы не знаем, как все желания поклоняются Господу. Все эти тончайшие глубины, энергии, Брама как творец, он видел их, он видел, что они все служат Господу не Браме, хотя он творец, как бы повелевает, управляет и творит этот мир, но на самом деле другую картину совершенно, что это все крутится вокруг Вишну, и там было много Брама еще, много Шив, и он наблюдал тоже это все. Брама понял, что мальчики и телята не могли превратиться в Вишну под воздействием мистических сил какого-то йога или полубога. Телята и мальчики превратившиеся в Вишну Мурти в формы Вишну были не проявлением Вишну Майи энергии Вишну а самим Вишну Вишну и Вишну Майя соотносятся между собой так же как огонь и жар в жаре есть одно из качеств огня а именно тепло но жар это не огонь мальчики и телята принявшие облик Вишну были подобны не теплу а огню в действительности все они были сами Вишну Вишну и средоточие все истины всего знания всего блаженства можно привести другой пример связанный с материальными предметами материальный предмет может иметь множество отражений когда солнце отражается в нескольких сосудах с водой его отражение это не само солнце отражение солнца в сосудах не дают ни тепла ни света хотя выглядят как солнце но формы которые принял Кришна были все как одна настоящими Вишну все с этим всем бхагаватам употреблены слова саттия гьяна ананта ананда ананта ананда саттия означает истина гьяна совершенное знание ананта безгранична и ананда блаженство величие трансценетных форм верховной личности Бога таково что имперсоналисты последователи учения упанишат не способны владеть знанием необходимым чтобы постичь это величие поистине для имперсоналистов непостижима трансценетная форма Господа ибо имперсоналисты изучая упанишады могут осознать только его только что абсолютная истина нематериально и неограниченно материи когда Господь Брама увидел что Кришна явил себя в многочисленных формах Вишну его ограниченных способностей хватило на то чтобы понять что все движущиеся неподвижные неподвижные мироздания суть различные проявления энергии Верховного Господа Брама пребывая в замешательстве пребывал он сознавал что ничтожно как ничтожны его силы и сфера его деятельности ограничены 11 органами Брама понял что он тоже творение материальной энергии просто марионетка в руках кукловода подобно тому как марионетка не способна самостоятельно танцевать а танцует по воле кукловода полубоги все живые существа подвластны Верховной Личности Бога как сказано в читании Чиритамрити единственный властелин это Кришна а все остальные его слуги весь мир погружен в океан материальной иллюзии живые существа плавают в нем как соломинки в воде и беспрестанно борются за существование но как только человек осознает что он вечность слуга Верховной Личности Бога этой иллюзорной борьбе за существование Майи приходит конец тут мы остановимся осталась буквально страница но мы закончим потом какие будут вопросы на сегодня В английской версии про пальцы на левое в ладони он держал кусок пищи приготовленный с йогуртом маслом рисом кусочками фруктового салата который можно было увидеть через его подобные лепестка с уставом пальца вот тут этого переводе нет в старом переводе там как раз указывается что пальцы были на просвет можно было видеть сквозь пальцы его это точно более перевод тут хорошее уточнение спасибо кто равана там отдельная история про равану она описывается начиная с джаи-виджаи история когда санака четверо кумаров пришли на вайкунт вот там были перевратники джаи-виджаи был конфликт и они были прокляты родиться демонами вот одно из воплощений было равана экумхакарна вот затем по истечении этого срока когда они сыграют роль демонов они вернутся на свое же место новой кунху что касается именно здесь как можно сказать что такое иллюзия иллюзия означает что вы верите и не верите одновременно фокус мне показывает всякие чудеса берет какого-то человека распилит его пополам понятно что вы не верите в это но одновременно верите потому что это похоже это называется иллюзия также брама здесь говорится что он понимал что это верховная личность бога но хотел убедиться еще раз просто потому что его сбивало с толку вот это его поведение и размер маленький мальчик пастушок но не больше этого типичный причем поэтому брама вмешался и тут есть много как бы сторон которые брама может преследовать не только свой интерес удовлетворить интерес брама это интерес вселенной его эго оно расширено на всю вселенную поэтому собственно брама хотелось чтобы вся вселенная в этом убедилась тоже что этот мальчик пастушок верховная личность бога поэтому тут есть несколько сторон которые можно отметить при этом брама себя корит за это за то что он сомневается каждый день сомневается в положении верховного господа нам нужно каждый день слушать бхагават чтобы свою веру поддерживать мы вчера слышали сегодня можем уже сомневаться мало что произойдет где кришна он останется бхагават там же остается мы туда о да есть все кришна есть мы убеждаемся снова это каждый день тоже мы повторяем забрама эту садхану каждое утро мы соприкасаемся с кришной чтобы не забывать что он верховная личность бога но мы же вроде знаем но забываем иллюзия сегодня очень мало вопросов в основном прямо десятки благодарностей что только благодаря вам мы понимаем эти знания дорогой учитель как-то вот вопросов а вот не тайман к вам там пришел вопрос если огонь это не жар а жар лишь качество огня и огонь это не свет свет тоже качество огня то как собственно описать огонь сам по себе без этих качеств я знал что не тайман сдаст этот вопрос огонь это энергия кришны вот все что можем сказать на этот счет эти вещи могут быть недоступны любая энергия недоступна не только огонь но чего она до сих пор не понимает что такое материя хотя она перед глазами у нас но разложив ее на стоянные части непонятно вообще ее связующая сила неясно как она формирует все эти гармоничные образования никто не может повторить поэтому неясно но энергия кришны говорится есть три энергии кришны чит шакти майя шакти джива шакти вот изучайте ее эти вещи это энергии кришны описаны то есть они все дайва все непостижимы но одна энергия она воспринимаема чувствами другая не воспринимаема чувствами вот и вся разница и поскольку мы чувствами не воспринимаем мы как огонь не воспринимаем жар и свет все называем это огонь но нет огонь можно постичь только когда мы будем жить в огне войти в огонь нужно а мы не можем войти в огонь это стихия неподходящая для нашего тела поэтому мы видим жар и свет все которые нас останавливают Есть предел Как рыба, она вот видит, что на суше Что-то есть, но жить не может Она не знает, как жизнь устроена на суше Если она выйдет посмотреть, как устроена на суше жизнь Она погибнет У нее другая стихия жизни Это все энергии Кришны Вот рыба знает воду Птица знает воздух Человек знает вот Жизнь на поверхности земли Основанную на воде для него А кто-то живет на солнце Поэтому вот эти разные есть знания Разные точки зрения на мир Кто-то живет в огне, видит мир так Кто-то живет в воде, видит по-другому На поверхности земли Все по-третьему Это все различные энергии Кришны Которые обуславливают живое существо Но за всем этим есть воля Всевышнего Сверхдуша Поэтому огонь, вода, земля Эфир в конечном итоге Это он сам Его проявление Его проявление Вот до этого может дойти философ Глубоко мыслящий человек Но если вы отрицаете Бога Тогда вы не ответите на этот вопрос Свет, тепло и все, что вы знаете об огне Но правда, ученые придумали еще одно слово Плазма Назвали это плазмой, эту энергию Которая излучает этот свет и тепло А вот что такое плазма, они не знают И не понимают, что такое электричество Не понимают, нет Они ничего не понимают Вот опять сплошные благодарности Благодарности, что мы принимаем вашу авторитет Вы несете авторитетные знания Мы просто читаем книгу Кришны и все Какие знания Умиротворяете свои мечтения Вот пишет девушка Все время слушает вас Харе Кришна Скажите, пожалуйста, не по теле Почему богини Кали приносят кровавые жертвоприношения И почему ее изображают в таком страшном виде Ну да, материальная природа очень страшная энергия Не только она как матина, еще как калий выглядит Ее разрушающая сила ужасающая Материальная природа имеет такое лицо Она может поддерживать как мать Она может привлекать как страсть Также демонов она привлекает как страсть Ее хотят эксплуатировать, использовать И она может творить таким образом И она может разрушать У нее есть ужасные облики Причем сила непреодолимая Это все относится к материальной энергии И калия одной из ее ипостасей Калия Она принимает Поскольку ее супруг Господь Шива благоволит невежеству Он как бы этой гуны управляет Призвуки, духи, демоны Все поклоняются Шиве Все его последователи То кали для них выглядит То есть дурга для них выглядит Супруга Шивы как кали Которая принимает их жертвы нечистые Вино, мясо, то что не хотят есть Хотя писания говорят тонкие вещи Что сама кали никогда не принимает эти вещи Как супруга Господа Шива Принимают ее свита Призраки и духи Которыми она окружена Как супруга Господа Шивы То есть есть тонкость Есть много форм проявлений Материальной природы Для Господа Шивы Это как внутренняя энергия Прекраснейшая внутренняя энергия Это очень возвышенный образ Матери природы И вот если мы хотим показать себя Сверхчеловеком в этом мире Материальная природа будет для нас Как бы ведьмой Сколько суперменов Вы подниметесь в горы Вы увидите сколько суперменов Погребено Там кладбище просто Мы поднимались даже здесь в горы В одном месте решили отдохнуть Пешком мы шли еще Мы где-то машину уже оставили внизу И там уже дорог таких нет И нужно идти пешком И хотели дойти до ледников Не такие уж высокие города здесь Есть типа выше здесь Ну средние так скажем Средние сложности Люди натренированные Их просто пешком переходит на Иссыкуль За два или три дня по-моему И вот мы пошли туда До этих ледников Остановились там Такие красивые камни смотрим Мы на этих камнях расположились И вдруг видим кругом Привенченные такие вот Таблички металлические С именами Погибших альпинистов Вот в таких невинных местах Хорошая погода На леске я пошел погулять Поднялся в горы Погода сменилась Человек не вернулся Все очень просто Материальная природа Если я супермен Будет много проблем Но если я подчиняюсь Материальной природе Ее законам Я тружусь Как бы исполняю Свои обязаны Она награждает Мне процветанием Смотрите Она отличается Совсем по-другому Для суперменов Она непреодолима Кругом Смерть их ожидает Просто смерть Это все В области материальной природы Смерть в материальном мире Существует В материальной природе Существует В духовном мире Ее нет Просто смерть А здесь она есть Для суперменов Здесь есть боль Страдания Для кого? Для суперменов Для всех Кто хочет стать Здесь богом Кто хочет стать Сверхчеловеком Кто хочет стать Наслаждаться Господствовать Над этим миром Есть кнут Хороший У дурги Но Прабхупада сказал Тем не менее Когда люди Поклоняются Калии Вот этими Кровавыми жертвами Они прогрессируют Если делают Все правильно Вот эти люди Которые просто хотят Есть мясо Пить вино Как они прогрессируют? Поклоняются калий Это уже не млечко считается Это уже В области Ведической культуры Да Даже вот ученики Прабхупады Спросили об этом Его в Калькутте Я помню Я сам был очень удивлен Когда читал Это Прабхупада Виламрити Когда впервые Ученики Прабхупада Оказались с ним В Калькутте Как раз на Калии Пуджи Вот этом Празднике Кали Ужасном Да Режут там Режут этих козлов Всю ночь И эти кровавые Прямо жертвы Предлагают калии Это Калии Пуджи Называется Жуткое зрелище Ученики были в шоке Вы не увидите Это в Лондоне Скажем Или в Нью-Йорке В Америке Чтобы весь город Выходил и резал Там животных Повсюду Да Их там На бойнях Убивают Организован Никто не видит И тогда Они спросили Прабхупада А все-таки Что же лучше Поклоняться Иисусу Христу Или Богине Кали Им казалось Что все-таки Иисусу Христу Лучше поклоняться Но Прабхупада Сказал Нет Лучше Богине Кали Поклоняться Почему Прабхупада Ужасное зрелище Потому что Христианство Стало имперсональным А это все же Личностно И постепенно Их приведет В понимание Возвращенного положения Кали Шивы И так далее И они так Придут постепенно К Кришне Есть иерархия То есть Даже это Прабхупада Лучше все-таки Потому что Там имперсонально И с другой точки зрения В западном мире Насилие больше совершается Всегда совершилось больше Просто скрытно Под видом Праведных войн Под видом того Под видом всего Под видом какой-то Истины Гораздо больше Насилия Сколько было Пастушков Которых Правда украл Вчера там Считали Что их тысячи Их были тысячи Описывается А сколько точно Мы еще не засчитали Нужно Нужно посчитать В Пуранах Посмотреть Какое точное количество Я знаю Что количество Гопи Во время давни Не подается Подсчетам Сколько Душ В этой роли Служит Кришне Невозможно Посчитать Ну а другие Количества Какие-то Видимо Есть Почему Брахма Проверяет Своё Господин Выбирает Именно Такой Как бы Не совсем Красивый Способ Кража Ну а Брахма Хозяин Вселенной Какая Кража Он Рассматривает Это Как Свой дом В своем доме Перестановка Просто Потому что Брахма Владеет всей Вселенной Это его Как бы Доля Его собственность Она ему Принадлежит Как творцу В этом смысле Но именно Вот в этой Лилии Он понимает Что на самом деле Творец Не он И хозяин Не он Вот тут Как раз И Лилии Он Не понимает Вот с этим Умыслом Он и крадет Их У Кришны Дорогой Махараш Как всегда Находиться В энтузиазме Пропорядовать Непреданным И заботиться О преданных Азия Манжар Или Да Силфа Да Это Хорошее настроение Прекрасное настроение Именно так Нужно Настроиться А вот Нужно Это настроение Поддерживать Поддерживать Это настроение И Энтузиазм Поддерживается Деятельностью Успешной Деятельностью Вы должны Чувствовать Что вы Успешны Проповедуйте И добивайтесь Успеха Например Когда я Впервые Вышел Проповедовать На публичной Программе Впервые В жизни Вообще До инициации Мне кажется Меня на сцену Выдвинули Старшие Ващнавы Я там Чуть не оставил Тело Вообще На сцене И подумал Больше никогда На сцену Я не пойду Все в жизни Зарекся Никогда Туда больше Носа не суну Ноги мои Не будут Больше Это был провал Фактически Я так себя чувствовал Я так расстроился Боже Меня подставили Ой Тут вы Не церны Могли бы сами Что-то сказать Ну почему меня Позор Я вышел В это настроение Уже из зала После программы И ко мне подошел Один преданный Начинающий Сказал Большое спасибо За лекцию Это было Очень интересно Я слышал Как люди Заинтересовались И мне это помогло Дальше Проповедовать Успех Должен быть Открыт Должен быть Какой-то Поэтому Когда вы Проповедуете Людям Вы должны Понимать Как их Откликается Ум и сердце И чувство На вашу проповедь С опытом Вы должны Научиться Этому Понимать Что люди Думают Когда вы Говорите Как они Понимают То что вы Говорите Вот тогда Вы будете Чувствовать Что вы Можете Успешно Проповедовать Понимая Мысли Желания Природу Людей Это С опытом Приходит Сначала Просто Вслепую Проповедуете Просто Берете Пушку По воробьям Бабах И кто там Выжил Кто-то Не выжил Но С опытом Вы будете Действовать Тонко Как Снайпер Вы будете Точно Выбирать Мишени Точно Говорить Точные Слова Настроение Подбирать И Успех Успех Означает Что вы должны Выбрать Свой масштаб Проповеди Где вы Успешны Не сразу Вы должны Командовать Скажем Армией Проповедников Нет Нет Сначала Вы должны Быть Просто Солдатом И вот Учиться Вот Вот этой Стратегии Солдатской Стратегии Вот кому-то Непосредственно Дать Сознание Кришны Какому-то Человеку Познакомиться С ним Общаться С ним Показать Ему Книги Накормить Прасадом Вот Уделить Внимание Какой-то Одной Личности И вы Видите О успешно У вас Энтузиазм Увеличивается Потом Вы можете Двоим Троим Уже Проповедовать Можно Вести Намахату И так Далее И постепенно Ваш успех Будет Вести Вас Кришна Это успех Это Успех Это победа Всегда Поэтому Действуйте Успешно Не Берите Большие Проекты Которые Завалите Потом Вы можете Годами Не проповедовать После Какой-то Неудачи Серьезной Поэтому Делайте Посильные Хорошие Вещи Истинная Гордость Я Частичка Кришна Его слуга Все это Истинная Наша Гордость Еще Как Должны Гордиться Что Мы Частичка Кришна Если Чувствуешь Как Тебя Воспринимают Как Правило Воспринимают Не всерьез Как Быть Время Продолжения Того Вопроса Успех А С чего Это Вас Серьез Должны Воспринимать С какой Стати С самого Начало В материальном Мере Вы должны Хотя бы Диплом Показать Что Вас Серьез Воспринимают И то Не сразу Воспринимают Еще Посмотрят Как Вы Работаете Вы Должны Заслужить Это Почему Вы Должны Серьез Сразу Воспринимать Почему Вы Так Настроены Странно Вы Будете Разочарованы Тогда Если Вы Так Настроены А Вас Не Воспринимают Вы Будете Расстроены Вы Неправильного Настроения Нормально Несерьезное Отношение Нормально С этого Все Начинается Но Доброе Отношение Может быть Если Вы Это Воспринимаете По-доброму К Вам Тоже Будет По-доброму Относиться Не Возвышайте Себя Подождите Электричество Данном Стихе Занинтересовало Слово Электричество 5 тысяч лет Назад Электричество Электричество Всегда Было Почему 5 тысяч Лет Да Никто Его Не Забрел Боже Мой Она Всегда Было Всегда Люди Не Пользовались А Как Ж Вам Объяснить Это Все Это Если Вы Читали Шримад Бхагава Там Целиком То Наверное Вспомните Этот Пример Что Люди Могли Видеть Называется Геокзатом Сейчас Да Молекулы Из 6 Атомов Насколько Помню Молекулы Из 6 Атомов Люди Могли Видеть Невооруженным Глазом В солнечном Луче То есть Вот люди Были Такие Острота Чувств Острота Разума Тоже Была Другая Не Представляйте Себе Что Люди Это Были Аборигены До Исторические Неразвитые Интеллектом Это Люди Были Более Развитые Чувства Интеллекта Чем Нынешних Ученых Которые Нуждаются В Приборах Чтобы Увидеть Атом Или Что-то Еще Или Телескоп Чтоб Что-то Или Телефон Чтобы Что-то Услышать И то Ничего Сейчас Люди Работают По Инструкциям Везде Им Не нужно Соображать Им Дают Инструкции Чтоб Просто Все Функционировало И Они Так Работают Без Осмысления Себя В своей Деятельности Своего Долга Своей Дхармы Смысла Жизни Вообще Этого Понятия Нет У Людей Мы На Уровне Животных Которые Работают По Инструкции Выпас Потом В загон Выпас Потом В загон Выпас Потом В загон Вот И Вся Жизнь Потом На Бойню В конце Я Грубо Говорю Но Чтоб Дать Представление Что Цивилизация Ведетическая Была Очень Развита Какое Про Электричество Говорить Они Знали Больше Чем Мы Сегодня Знаем Об Электричестве Почитайте Веды Почитайте Увидите Какие Знания Люди Описывают Почему Так Мысли Что Раньше Не Было Электричество Люди Не знали Об Электричестве Да Что Они Могли Общаться С Полубогами Электричество С 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 Ну Конечно Мы Все С С С С С С С С Помогать Помогать И Мясо С С С С она хочет ей помочь в чем есть мясо или не есть мясо труднее назад вернуть до труднее может быть и то есть можно попробовать как и сострадание уважение любви к подруге да конечно мы хотим чтобы они жили лучше но не возитесь если это переходит в какую-то возню бессмысленную не тратить напрасную силу человек сам выбирает конце концов лучше проповедуйте тем кто ищет абсолютную истину это будет лучше лучше да бывают срывы у кого-то иногда мы не можем помочь сейчас этим этим людям но они наедятся там своего мяса на что дальше будет есть шанс что они вернутся потому что соприкасались помнят что-то более высокое не надо не успехи неудачи кришне подносить почему мы должны подносить ему плохие вещи нет кто это сказал не надо ему свои свои грехи предлагать постоянно свои грехи вот тебе мой грех пожалуйста вот с любовью и преданностью вот такой грех тебе такой грех вот это моя неудача для тебя пожалуйста это что за извращенное сознание кришны и что это такое другое дело что вы понимаете свою неудачу как урок кришны в этом смысле вы воспринимаете его позитивно как милость кришны это возвышенное сознание безусловно но мы не предлагаем свои грехи мы отказываемся от грехов то есть нужно это пояснение к вопросу обязательно потому что звучит видите немножко странно а если человек видит что это кришна и успех и неудача это создание кришны но мы не предлагаем плохие вещи кришне почему кришна сделал доступным алкоголь и наркотики людей ведь это ведет деградации каждый у каждой вещи есть свое предназначение даже у насилия свое предназначение вот шатрим предписан скажем носители совершать также у спиртного если предназначения и наркотиков если предназначения если говорить о позитивном предназначении я слышал об этом слышал что некоторые тантрические есть движения, течения какие-то и какие-то мистические практики для грубых материалистов. Они использовали какие-то наркотические вещества, чтобы дать человеку представление о других измерениях. Насколько он грубый, непробиваемый человек, под руководством какого-то там видного сильного мистика, который не является наркоманом, понимаете, он имеет этот опыт, но он знает, как все это контролировать, всегда под управлением. Они давали им дозу каких-то там наркотиков, чтобы человек увидел, что мир не только такой, как он его видит и понимает, а затем уже уводили их. Либо были такие практики, где их замуровывали в пещерах, в темноте, неизвестно на какое количество времени, он не знал, когда учитель вернет его обратно. Это может быть через неделю, это может быть через месяц, это может быть через год, это может быть через 10 лет. Вот такие практики. Это все описываются некоторые люди, которые изучали ту культуру древнюю. Люди шли на такие риски. Зачем? Через 10-15 лет или через год он выходит из пещеры из этой и видит, мир прекрасен, чего раньше никогда не видел, понимаете. Это вот человек, который вот еще вот, ну вот пробить нужно эту оболочку, понимаете, без верия, вот это вот грубого сознания. И вот такие практики тоже бывали. Сейчас мы не практикуем эти вещи. Это вообще входит все в йогу, в одну йогу, аштанга йогу, в восьмиступенчатую йогу, все входят в эти процессы. Там тоже отшельничество, там полностью, значит, погружение в себя, отказ от внешних объектов чувств, на долгое-долгое-долгое-долгое время все там, чувства бездействуют. И постепенно поднимается жизненная сила, постепенно, потому что человек понимает, что есть что-то, кроме того, что он видит и слышит, внутри меня. И вот он идет этим внутренним взором очень медленно, очень долго, очень-очень-очень. Это очень сложный процесс. Эти чакры, эти лепестки, там лотосом, наверное, это все очень сложно, все это при помощи воображения, концентрация ума, невообразимо трудная практика. И изучали ученые тоже, но как они могут это приборами воспроизвести? Им самим нужно стать йогами, а это невозможно практически в таких условиях. Поэтому есть разные практики, и у каждого вещи есть свое применение, говорится. Даже у яда есть свое полезное применение, видите? Но нужен такой разум, чтобы пользоваться этим. Сейчас, пожалуйста, не рискуйте этими вещами. Вот тут же, к слову спрашивают, является ли квас алкогольным? Можно ли его употреблять? Или это запрещенный продукт? Там 0,3 алкогольный, спирт. 0,3 спирта? Ну-ну. Я вот сама покупала и как-то прям глотнула и показала, что у меня прям не должно пригодиться. Ну да, да. В кислом молоке уже есть какое-то брожение. Если я скажу можно, то у овощного начнут глушить квас. Глушить не надо квас. Опять же, есть предназначение не для того, чтобы глушить потом пепси-колу там или... Иногда это используется для того, чтобы с пищеварением справиться. Для уже пожилых, преданных, например. Для молодежи вообще не нужно этим интересоваться. Шоколадом, квасом. Первые 15-20 лет еще забудьте про те вещи, они вам не нужны будут. Это просто язык ваш. А вот когда вы уже повзрослеете, уже тело станет другим, возможно, вам немножко кваса понадобится, чтобы как-то справиться с пищеварением. Или немножко там кока-колы. Вот-вот-вот. Это нужно иметь разум, чтобы контролировать эти вещи. Однажды в Прабхупаде пришел один малой саньяси в Майяпуре. Нет, преданный просто. Брамачарий, да. И сказал, Прабхупада, Прабхупада, там ваши ученики саньяси пьют прокисший гур-брагу. Пьют. Прабхупада говорит, да. Да. Вот гур-пракис бродит. Они пьют его. Он стал жаловаться на них, они там нарушают принципы вообще. Принеси, говорит, я попробую. Принес стакан этого гур-прабха. Хорошо. Чуть-чуть хорошо. Я извиняюсь, что это говорю. Не думаю, что предназначен глушить потом брагу. Не дай бог. Если мои слова этим закончатся, да, то я должен вообще-то уйти из искон. Я разрушу тут все тогда. Вот. И также мы знаем, что ядовы ушли, приняв немного рисового вина. Это был ритуал военный. По память, по пометованию, как, поминки, да, называется. Поминки тех погибших воинов на Курукшетре. Почтить их память. Это был обряд, где маленькие глотки делали такие по кругу рисового вина. В память об этих вот погибших героях. Такие обряды тоже были. Кшатрии с этим соприкасались обычно. Кшатриям предписано поклоняться полубогам. Охотиться на охоте за животными жертвенными. К убийству готовят кшатриев. Также иногда они пьют, едят мясо жертвенное или задыхают запах, аромат предложенного животного. И немножко едят такой жертвенной пищи. Это в ведах есть, но это другая эпоха, когда люди могли владеть чувствами. Сейчас вы сделаете маленькую уступку, и наше движение станет движением наркоманов. Однажды Прабхата говорит, принеси мне эту 7-up, да, история. 7-up история, да. Он попробовал этот 7-up, и вот так глаза поднял, говорит, очень освежает. И выпил целый стакан. Через 2-3 дня Прабхата идет по Ашиму, Брамачареву, там ящики 7-up, кругом бутылки. Все просто глушат. И он сразу говорит, прекратите это. Все, нельзя пить эти вещи. То есть мы злоупотребляем, видите, кальюга такая. Дай нам вот маленькую уступку. Как этот, незаконный сякс, сколько было вопросов. Трудно целеваться, соблюдать, трудно. Но сделайте маленькую уступку, и что начнется? Разврат начнется в движении. Поэтому принципы остаются прежними. Все, только для зачатия детей, и только в браке. Все, как Прабхата сказал. А вот это эталон, не меняйте его. А уже как вы можете, я не знаю. Как вы с этим справляетесь, я не знаю. Но не нужно это все менять, потому что вы дадете до разврата прямо в семья. Видите, кальюга какая опасная. Поэтому храните эти стандарты у себя в сердце. Все самые лучшие и самые чистые стандарты. Получается, не получается, вы должны стоять на этом. Как раз подтверждение ваших слов пишет, что на днях попилокрас на драчах уже минуты, как я пропил, 1,2% алкоголя. В эту же ночь, Гуру Махараш, вы приснились и попросили не пить его, не портить себе саму рекутацию. Ну, я тебе дам, да. Сумасшедший народ. Очень часто замечаю, что после интенсивного служения он требует также интенсивного отдыха. Как научиться быть стабильным в сознании Кришны? То есть хочется к вас, наверное. Интенсивный отдых. Что ж такое интенсивный отдых? Устаешь, хочется какое-то расслабление. Да, да, обычно. Да, нужно немножко коньячка в конце. Это просто необходимо. Если кто-то тяжело работает, как осел. Если он не читает Бхагавадгита, то только коньячок. А как еще? Нет другой замены. По-другому невозможно будет. Если вы начинаете работать как осел, вас будет привлекать как разрядка. Именно служение интенсивное идет. Именно много служения. Служение тогда, когда мы сознаем служение. Служение это сознание, это не просто работа. Поэтому, когда сознание уже отстает, мы много работаем, да, а забываем, что для Кришны нет этого контакта, мы устаем и хочется как-то расслабиться, верно, совершенно. Расслабиться в мае именно. Мае привлекает. Поэтому мы учимся осознанию Кришны. Работать для Кришны хорошо, и мы еще стараемся осознавать Кришну. Иногда человек находится в постоянных сомнениях. А вдруг это неправда? А вдруг это не истина? А вдруг то, а вдруг все? Как все-таки подняться на третью функцию разума в верное представление? Это нужно увидеть. То есть глаза сатвичные развиваются. Это то, что мы должны увидеть. Тогда не будет сомнений. Пока мы не видим, конечно, будет сомнений. И Кришну мы видим через опыт воспевания святого имени. Только таким путем. Нам дается возможность пратьякши, почувствовать это. Сознание Кришны — это то, что мы можем почувствовать. Иначе это умозрительная концепция, гьяна больше. А сознание Кришны дает протягшее ваговым тхармям. Непосредственное восприятие почувствовать не должно быть. Тогда сомнений не будет. Основные вопросы закончились. Тут дискуссия развернулась. Кто-то пишет уже, что пива без алкогольного не бывает. Потому что многие сейчас тоже гребли без пива, без алкоголя. Бей, бей всех этих. Пива не бывает. Бейте, бейте друг друга до конца. Все продукты, в любом случае, содержат бактерии. Да, сейчас будет снова это обсуждение. И снова все вернутся к своим привычкам. Я знаю. Попытайтесь обсуждать темы так, чтобы не спорить, а прийти к истине. Бескомпромиссная истина. А на компромисс каждый идет сам индивидуально. Как вы можете, если у вас что-то не получается. Но истину не скажете. Не нужно спорить. Не нужно спорить. Все в этом мире скверно. Это истина. И алкогольное пиво, и безалкогольное пиво. И вегетарианская диета тоже осквернена насилием. Мы едим просад. Мы предлагаем Кришне. Вот на это опирать. Это истина. Вот она. А уж как вы можете, ну, живите как можете. Как получается пока еще. Учитесь. Не надо спорить. Сражаться не нужно. Это индивидуальный момент. Кому там нужно безалкогольное пиво. Привычка выработал человека. Он, скажем, порабощен этой привычкой. Не вмешивайтесь туда. Он знает, что это привычка. Это все обусловлено. Он читает книги. Он тоже повторяет мантру. Но пьет безалкогольное пиво. Не вмешивайтесь туда. Не нужно его унижать. Или спорить с ним. Или драться из-за этого. Это его простая обусловленность, его положение. Кто-то пьет квас иногда. Ничего страшного. Вы можете не пить. Если у вас хороший стандарт, и вы способны, вы можете не пить. Зачем вы вступаете в конфликт с тем, кто пьет квас? Это ващнавская культура, поймите. Она гибкая очень. Очень разумная. Если вы хотите исправить что-то, то не спорьте. А подайте пример счастья в Саддане Кришне. И ведите за собой людей терпеливо. Обучайте их. А вот так сражаться, спорить про бактерии, потом снова к своим привычкам, расторившись, нехорошо. На этом мы и закончим, похоже. Шелапрабхупада ки-джайи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова